Добрый день, Серёжа! Добрый день, уважаемые первые вас слушатели! Очередной выпуск ТВ Клуба Континент, хотел бы я сказать, но нет, ТВ Клуб Континент это то, что я вам хочу напомнить, это то, о чём мы тоже сегодня будем говорить, а сегодня радиоблог и сегодня мой гость, замечательный гость, импресарио, продюсер, писатель, публицист, автор, ой, сейчас подниму, попробую поднять, книга неподъёмная, вот она, если кто-то сейчас нас смотрит, вот я её держу, эта книга бестселлер, она называется «Спасибо, мистер Никсон». Итак, с нами из Флориды, Джек Нейхаузен. Джек, добрый день. Очень приятно, очень рад, привет всем чикагским читателям, друзьям, их же много, я во Флориде на данный момент. Абсолютно много, и вот я хвастаюсь, что у меня такая книжка есть, из подписи, причём. Ну а кто захочет поочечаяние приобрести, то я вам подскажу, как с автором связаться. Ну, сегодня он с нами здесь, поэтому можно проще сделать, если вы позвоните в эфир, но, как всегда, звонки в эфир мы принимаем немножечко позже, во второй части передачи. А сейчас всё, мы начинаем, собственно, уже разговор, и вот о чём бы хотелось поговорить. Ну, естественно, событий за этот уикенд случилось немало, в Чикаго, как всегда, стреляли, стреляли много, со вкусом, опять печальная статистика, но я тебе не буду пересказывать, и слушателям тоже. Все люди грамотные, читают правильные сайты и правильную информацию, но в основном, как ты уже знаешь, юг Чикаго, это место особенное, вот там в основном это стрельба и происходит, и причём не просто стрельба, а как непременно с летальными исходами. В общем, нам могут завидовать только другие криминальные столицы, потому что нас переплюнуть в этом отношении очень сложно. Но опять об этом чуть позже, а сейчас вот о чём. Дело в том, что я не зря упоминал ТВ-клуб «Континент», это подкаст «Континент», мои медиагруппы, где записываются тоже ролики, они не идут в прямом эфире, мы делаем запись, потом мы её выставляем. То есть там немножко другой формат, и там нет формата общения с радиослушателем в прямом эфире, там мы получаем записки и уже отвечаем потом. Вот Джек, в частности, там участвовал у нас, так же, как и мы и на Народной с тобой были. Так вот, что произошло? Произошло следующее. Цензура начала лютовать. В чём, собственно, дело? А дело в том, что какие-то наши гости, какие-то их комментарии начали активно не нравиться. Ну, может, я допускаю, что и ведущие, видимо, меня тоже не нравятся по тем или иным причинам, по употреблению тех или иных уже запрещенных слов, там и так далее, там подобное. Но что получилось, уважаемого литератора, писателя, философа, господина Михаила Веллера, с которым я имел, скажем так, удовольствие беседовать уже не первый раз и записал эту беседу, её благополучно взяли, удалили с большим предупреждением, и я так и видел кулаки этой службы, которыми мне грозили и прочими смертными карами. Вот. Ай, но мы с тобой буквально говорили вчера, и тут я узнаю следующее, что и тебя сиё не миновало. Что случилось, Джек? Очень странно. Во-первых, приду к тебе и к Веллеру. Ну, репутация Веллера, конечно, преследует его. И я думаю, что, хотя мы находимся в Америке, то в данной ситуации, как можно говорить, находится очень много одинакового между подходом того, что происходит в нашей бывшей Родине и того, что мы видим у себя здесь. Что очень грустно и очень невероятно даже представить. На более маленьком масштабе у меня сняли это в Одноклассниках. И я пошёл до самого конца и с каким-то чудом, я уверен, тебе никто объяснение никакое не давал. А мне дали объяснение, что нет, кто-то из ваших администраторов снял. Не главная группа, а... Ну, теперь скажи, что снял? Сняли наш удивительный разговор с тобой, удивительный подкаст. Может ли быть коммунизм, социализм в Америке? Я пытаюсь вспомнить... Я знаю, что ты очень... Так это мы на Народной, по-моему, и были, если мне память не изменяет. Мы же это делали, эфир здесь. Да, абсолютно. Просто это было несколько месяцев назад, когда ещё была чуть-чуть другая Америка, в чём она была другая, ещё пока не было этой темы коронавируса и так далее. И памятники пока ещё тогда стояли вроде. Да, да, да. Но странно то, что я знаю, что ты всегда твёрд в твоих убеждениях, но очень аккуратен, без грубости, без оскорблений. Я тоже. Меня вывести из себя тяжело, как, я думаю, и тебя. Я специально прослушал это ещё раз и подумал, вот я критик, я марксист, я левый, я, ну, один из тех, кто бы мог это убрать. Не нашёл ничего. Может быть, сама идея, испуг того, что мы с тобой знаем, что могло бы случиться, может, нас хотят приостановить за это, бояться на самом деле, что Маркс и Энгельс будет на каждом углу вместо... Причём памятники сносят с таким абсурдом, сносят памятники польским ветеранам войны. Сейчас я об этом отдельно тебя спрошу. Это отдельно, но я поражён, Игорь, честное слово, поражён, потому что даже ты с Веллером, я знаю, что и он, и ты, вы знаете, что есть какие-то рамки, что он же не бросил телефон и убежал, как он это может сделать. Он может. Но дело не в этом. Дело в том, что он, конечно, говорил такие вещи, которые в нынешней Америке просто, ну, мягко говоря, немыслимы. Он назвал вещи своими именами. В принципе, чего? Хорошо, но это значит... Ну, но про IQ некоторых групп там расовых и так далее. И, ну, это всё факты, которые, в общем-то, никто не опровергнет. Но дело в том, что мы же живём в мире, где уже Оруэлл вовсю рулит и своими предсказаниями в своих великих произведениях. Но интересно то, что я когда позвонил, Михаилович так и так, рассказывая ему, что сделали с нашим эфиром, он так улыбается, говорит, да, наверное, надо быть поаккуратнее. Я тоже улыбаюсь. Я знаю, насколько Виллер может быть поаккуратнее. Ну, то есть... Понятно. За это мы его любим. Ну, да, конечно, который привык говорить то, что он считает нужным, и так, как он считает нужным. Но интересно, другой он заметил при этом такую вещь в этом разговоре, сказав следующее, говорит, «Ну, мы-то люди уже научены всему этому». Ну, это ещё дополнительную иронию вызвал. Почему? Потому что, да, мы научены, но мы же ты вообще полвека практически назад приехал, чтобы вот от этой своей учёбы слегка уйти в свободный мир. Ты понимаешь, я жестокий оптимист, но я не мог представить такого. У меня к тебе быстрый вопрос. Как ты думаешь, вот эта беседа с Виллером три месяца назад не была бы снята? Я не знаю. Я не знаю. Дело в том, что вот эти придирки, которые идут от Ютуба, то, что происходит в Фейсбуке, когда на месяц отлучают наших друзей и самышленников, это было и до. Наверняка вот ребята с радиостанции в большей степени с этим сталкиваются, потому что помимо моих передач есть добрый десяток авторов очень консервативных взглядов, чьи, вот, скажем так, записи, ну, это когда уже попадает запись, чьи эфиры, скажем так, вызывают тоже определенные нарекания и начинается вот эта борьба. Но борьба, хорошо, мы знаем, в Советском Союзе был такой главлит, и куда попадало всё, то есть ни одну газету, ничего нельзя было без подписи цензора. Когда я в газете работал, допустим, я как выпускающий редактор, когда спускался там с пятого этажа на второй, где сидел этот парень, который должен был газету нам подписать, она без этого не шла туда дальше, в наборный цех и так далее, понимаешь? Но это мы же считали, что всё, это уже конец, это осталось там, где-то. Как ты? Ну, видишь, осталось там где-то, но есть ли такой человек, который сидит в Нью-Йорк Таймс, мне интересно? Наверное, нет. Потому что исчезнет диалог, исчезнет нормальный спор, исчезнет всё, если будет выдано одной стороне пресс-курант со словами, которые вы можете пользоваться, а другой стороне другой пресс-курант, в котором будет всего там полстраницы. Не оскорблять и какие-то ещё пару пунктов. Но если нас лимитируют в слове «цвета», это тогда полный абсурд. Ведь хоккейная шайба тогда должна быть тоже как-то, как я её назову. В этом трагедия, что она не пришла только что. Я считаю, что это началось с того момента, когда Обама пришёл на пост президента. Причём человек, который наполовину белый, хотел доказать всему миру через вот это «разделяй и властвуй», что нет, ребята, это половина, та белая, это у меня совсем маленькая. Это, оказывается, не половина, это одна сотая на самом деле. С этой минуты началось вот это разделение. И здравые сограждане поняли, что всё-таки идёт это в плохую сторону. И я говорю не только о нас, а о другой стороне. Они поняли, что это абсолютно отталкивает нас назад вообще к 60-м годам. Многие из слушателей, кто приехал позже или не очень знают американскую историю тех лет, в конце 60-х были такие riots, ну такие как-то по-руцски, ну такие были демонстрации, были такие разгулы, погромы, что сегодняшний упаси Боже, чтобы дошло до этого. Но тогда государство могло иначе с этим разбираться. Не должен был никто не спрашивать у губернатора, что делать, можем ли мы ввести войска. Тогда было очень просто. Вошли войска, национальная гвардия, потому что другого пути, к сожалению, нет. Но говоря о цензуре, страшно то, что как тогда могут разговаривать два человека, стоящих на двух разных полюсах сегодняшней политики или взглядов? Ну как? Я расскажу тебе как. Ну прошу вас. Если я человек правых убеждений, или ты, неважно, или кто-то третий, а его оппонент, он человек левых убеждений, то ты должен молча выслушивать его, а после его длительных каких-то объяснений тебе, как надо правильно жить, в какую сторону смотреть, как часто вставать на колени и так далее, и тому подобное, после этого ты должен кивнуть головой и сказать, да, совершенно точно господин такой-то, товарищ, точнее, товарищ. Товарищ. Да. И я теперь понял свою, в общем-то, гнилую сущность, я теперь буду жить правильно, не по Библии, не по другим книгам, а по вашим директивам, которые я жду с нетерпением, что вы мне прислали, вот как я вижу это. Тогда к тебе претензий, извини, никаких не будет. Ты меня пугаешь просто. Это, послушайте, ну это не Америка, ну это не может такого быть. Понимаю, хорошо. Я тебе задам вопрос, можно? Прошу. Такой. Смотри, президент Трамп выпускает указ. Указ следующего порядка, то есть о том, что с такого-то времени, со дня его, вот как он его озвучил, он вошел в силу всем погромщикам, которые будут сносить несанкционированным образом никаким памятники тем или иным выдающимся деятелям нашей страны, будут преследоваться по закону, а именно он говорил, до 10 лет, в том числе, нахождение за решеткой. Указ вышел, и как было объявлено, какое-то количество такого люда задержанных. А теперь я наблюдаю картинку, что в Балтиморе, где, кстати, у нас выходит вот в том числе, могу порадовать некоторых наших читателей и слушателей с Восточного побережья, мы там возобновляем печатание газеты, в том числе, бумажный континент. Так вот, там случилось следующее, снесли очередной памятник, который убили голову, выкинули в, так сказать, водоем, и ничего, и я не слышу, чтобы кого-то там задержали и так далее. Ну, ты понимаешь, мы возвращаемся к той же проблеме, что там, где местные власти демократы, закрутятся местные адвокаты, закрутится вся машина от мэрии города, которая скажет, что мы понимаем, что президент сказал, но он не имеет никаких прав вот на нашей, вот на этой, в этом районе, в этом блоке, в этом городе, в этом штате. То же самое и с охраной нелегалов в том же Нью-Йорке и тоже, их забрать не могут и не имеют права даже подать на него бумаги, что мы знаем. Значит, что же тогда? Тогда мы приходим к гражданской войне между десятью штатами против остальных? Какой же другой выход? Если у нас чувство, что после выборов люди в этих штатах очухаются, массово выберут новых репрезентативс, Трамп выиграет лендслайд полностью, Америка поймет, что его пытались душить три года, не смогли задушить самыми тяжелыми расследованиями, чем угодно. И может быть это откроет нам дорогу после Трампа на следующего продолжателя его идей. Я хочу верить в этот оптимизм. Ну, надо сказать, что в работах ряда публицистов видных и тех, кто выступает и в том числе и на радио прослеживается, да, и такая мысль, что ребята, все будет нормально, что Америка и это перемелет, и в общем-то не то, чтобы все вернется на круги своя, а дело не в этом. Мир все равно меняется, никуда мы не денемся, но тем не менее, что основа этой страны незыблемая и она будет именно такой, какой, в общем-то мы хотели видеть, то есть страна будет свободна, но есть и другие голоса, Джек, и ты знаешь об этом. Я знаю о других голосах, но давайте подумаем так, ну вот обыкновенная семья, которая абсолютно безразлична, демократы, республиканцы, Трамп, Обама, ничего они не знают, но когда они черные или белые, или зеленые, или желтые, или красные, когда они видят беспорядки на улице, когда его сломали его забор или разрушили его бизнес, ударили его тухлым яйцом или просто толкнули, но люди же в первую очередь хотят какой-то уверенности в своей security, в уверенности в том, что никто не может творить что угодно, может быть это вот такой движок, мне недавно один человек сказал удивительно умную вещь по телефону, он сказал очень странную вещь поначалу, мы с ним часто ведем вот такие разговоры, он мне говорит так, что, понимаешь, Джек, меня не волнует те люди, кого выбрали, меня не волнуют, меня волнуют те, кто их выбрал, я говорю, что ты имеешь ввиду, не крути вокруг эти умные круги еврейские, он мне говорит так, понимаешь, те, кого выбрали, их выберут, они уйдут, их переизберут, что угодно, а те, кто выбирают, не сразу же умирают, страшно сказал он, они же не сразу умирают, они имеют детей, они имеют долгую жизнь, слава богу, в Америке, они будут выбирать тех же и того же, ну, опять же, мы говорим Чикаго, Нью-Йорк, Бостон, мы говорим о вот этих вот, так сказать, больных городах, Бостон, кстати, не особенное слышал, Балтимор, Чикаго, Нью-Йорк, но о Калифорнии говорить даже нечего, но все-таки мы никогда не упоминаем ни о вот этой вот массовой Америке, вот та вот Дакота, которая смотрела на Трампа, вот, мы как-то забываем, это, это не поле битвы, поэтому, я думаю, это не поле битвы, потому что там вопрос уже решен, да, там вопрос решен, и надо заметить, вот как раз я вспоминаю дискуссии на том же Фейсбуке, и действительно, я и сам писал об этом, господа, где-нибудь 100 миль в любую из сторон, от любого вот такого, в общем-то, уничтоженного, по большому счету, мегаполиса, и вы увидите, да, ту самую другую Америку, где абсолютно, куда, во-первых, вся эта шваль, извините за выражение, не доберется, а если доберется, то, то может, встретит, очень-очень сильно поредеть их ряды могут, в случае того, непотребного какого-то действия, и там люди, собственно, конкретно реальные, которые трудятся, платят налоги, ну и так далее, и так далее, и вооружены до зубов, это мы тоже знаем, но, дело вот в чем, что численность этой Америки, она, в общем-то, сопоставима, наверное, с этими несколькими раковыми, скажем так, опухолями городскими, потому что очень это сознавать тяжело, но ведь с этих мегаполисов люди начинают убегать буквально, потому что жить, вот и видеть все, что там происходит, невозможно. И как-то проползает такой фактор мне всегда в голову, когда речь о Нью-Йорке, потому что я все-таки считаю себя нью-йоркцем, но я не понимаю, после удивительного, конечно, Джулиани, бесспорно удивительное, потому что он получил в руки Клоаку, смог привести все в порядок, это было удивительно, что творилось на улицах, люди ходили хорошо одеты, перестало, исчезло вот тот вот Нью-Йорк, куда я приехал, где я жил, быстро причем. Блумберг продолжал его разгон, понемножечку, понемножечку становился левее, но без развала. Как попал в глаз я не могу представить, я могу только подумать, да, либералы, интеллигенция выбрали его, но даже они выбрали его на второй срок, почему они его выбрали, когда он не сделал ничего даже для них. В каком смысле? Эти люди любят, как говорят, тусовки и любят красоту и ходить вечером по городу и безопасность, но он же все это опускал и опускал и опускал. Против него был один из, кстати, демократов, очень такой нахальный итальянец, который сказал, да, я демократ, но очень во многом я поддерживаю Трампа, то есть вот такие мне нравятся. Он не согласен с ним в этом, но он его поддерживает в этом. Проиграл? Ну, ты же знаешь, там много, многое, говорят некоторые, все, но я считаю, что все не все, но многое решает деньги, а за этим человеком немалые деньги, и мы прекрасно знаем откуда они и чего. Ну, хорошо, у нас так незаметно-незаметно, но первая часть нашей программы подошла к своему завершению. Сейчас послушаем важное и нужное объявление. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Народной волной, а во второй части передачи, если у вас будут вопросы, то, пожалуйста, звоните в эфир. Возвращаемся в радиоблог Игоря Цесарского, напомним телефон в студии 847-400-5200, и у нас есть звонок, если не возражаете, и не один. Да, пожалуйста. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я слушаю очень внимательно ваше радио, и во многих передачах, в этой в частности, говорят все время о том, что вот выборы, выборы, на выборы надо идти, надо делать. А меня волнует очень сильно один вопрос. Будут ли эти выборы? Не удастся ли этим демократам их украсть, а украсть их способом голосования по почте? Вот этот вопрос меня очень волнует. Может быть, вы мне объясните, как он выглядит, и чем он чреват, и перспективу. Спасибо. Я послушаю вас по радио. Спасибо за ваш звонок, Джек. Пожалуйста. Я боюсь этого тоже, но не верю, что физически это нормальные выборы не произойдут. Это не только волнует уважаемых слушателей, волнует это еще и многие миллионы людей. И я уверен, что в республиканской партии специалисты в таких делах следят за этим тоже очень тайт. Боюсь просто того, что это может пойти в какие-то тяжбы, это может супримкорб в наши дни тоже очень дело шаткое. Страшно мне сказать. Вы не могли какой-то хороший вопрос задать. Приятный. А ты, кстати, не читал материал в Newsweek по этому поводу? Нет. Нет, да? Там интересную мысль провели журналисты этого издания. Они обеспокоены тем, что когда Байден выиграет, они, естественно, в этом уверены, что Трамп включит тот самый ресурс административной возможности президента и партии. И они попытаются заявить, что выборы в тех критических штатах, как мы их можем зачислить, Вискансин, Пенсилвания, Огайо и Флорида, в общем-то, не дюжи наши штаты. Что там они не согласятся с результатами, займутся пересчетами и так далее. И Трамп, короче говоря, силово останется на своем месте. Как тебе такой расклад? У него есть этот резервный вариант, если дело пойдет очень близко к этому. Но, как говорил один из твоих гостей, и так хочется вот-вот, чтобы это так и было, что уже все предрешено, что он выиграет, что это все психозы, все происходит из-за как раз таких вещей. Тут еще следующие шаги могут быть. С такой же неуверенностью в голосовании по почте, также может быть я не уверен, что Байден будет дебатировать с ним живьем, потому что это шаг довольно жуткий, они это все тоже понимают. Он расправился, если сравнивать Байдена даже с Хиллари, это несравнимо. Трамп прошел через всех своих республиканцев и через демократов вот тогда президентских, просто проехал по ним как на катке для асфальта, поэтому мы не знаем, что у них есть в рукаве тоже, потому что они чувствуют это тоже. Ты знаешь, вот эта статья симптоматична, дело в том, что она как бы абсолютно повторяет только с другой стороны то, о чем мы часто говорим в своих эфирах, в том числе о том, что вот опасения нашей радиослушательницы и нашей собственной, что возможно ли фальсификация и так далее, хотя это вроде бы немыслимо, но мы-то говорим следующее, что с результатом выборов, если даже Трамп одержит победу, а в критических штатах, может, она не будет впечатляющей, там какие-то небольшие разрывы, и вот тут-то та сторона включится, если им как бы не слабо было из-за какого-то там, извини, не уголовника на уши, как говорится, поставить всю страну, то теперь, а тут у них уплывет, как они будут считать совершенно точно победа из рук, и что вот они вынуждены будут считать, что мы еще будем страдать под этим правлением еще 4 года, вот что будет в этом случае, потому что ну мне сложно представить как правило у Алекса Тарнова прекрасного израильского писателя есть очень хорошая формулировка, она мы часто ее повторяем, но действительно он сформулировал очень так просто и хорошо, левый значит подлый, то есть подлости-то мы ждем как правило именно с той стороны. Все зависит как близко будет разница, в этом вся трагедия, что вот это не должно повториться как в прошлый раз, все-таки должно быть, ну я опять я боюсь говорить, что не сглазить, но мне кажется все это играло ему на пользу, нашему президенту. Я обратил внимание, никто даже словом не напоминает больше Маллор Репорт, вообще этого будто и не было. Мюллор, конечно. Это все исчезло полностью. Ну как карта, когда она отыграна, мы же знаем отношение к этому. Хотя если ты вот спросишь людей вот именно противоположных взглядов, то они тебе тут же напомнят, что он сказал. Это не значит, что он невиновен, просто это не было обнаружено, доказано и так далее. Но вина его есть. Но я понимаю, для них вина вообще, что он родился на этот свет. Понятно. Да еще президентом стал. Это будет что-то важнейшее, по-моему, в истории Америки, чтобы он выиграл еще раз. И вот я пару дней назад говорил с человеком, который абсолютно антитрам. и я ему сказал, послушай, я на эту тему с тобой больше не говорю, я у тебя спрошу с другой стороны, ты будешь голосовать за Байдена? Он мне сказал так, я ни за кого не буду голосовать. В нашем случае это хорошо. Я думаю, что очень многие, которые ненавидят Трампа, просто отойдут в сторонку, потому что не смогут голосовать за Байдена. Ну, может быть. А как тебе вообще понравился исполнитель рэпа муж Кардашьяна господин Уэст с его заявлением? Ну, ты знаешь, он несколько раз сделал разные заявления. Очень трудно сказать, как люди, которые заполняют стадион и его слушают, как они на это посмотрят. Потому что я боюсь, что эти люди все прибежали к им на стадион, испачканные в краске и обожженные огнем из разбитого магазина на углу. Потому что так же, как мелко его музыка, так же и мелкие мозги его слушателей. Прозреть можно. Никол Кидман стоит прямо как кость для Голливуда. Она ничего вообще зверского и не сказала. Она же ничего такого яркого не сказала. Ну вот так, Джек, извини, у нас есть звонок, попробуем его принять. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Дело в том, что когда человек говорит, что он не будет голосовать за Трампа или он не будет голосовать за Байдена, дело в том, что он не голосует за президента. Многие просто голосуют за партию. Дело в том, что они не голосуют за Байдена, они голосуют за демократическую партию. Точно так же они не голосуют за Трампа, а голосуют за республиканскую партию. То есть поэтому тот человек, который вам сказал, не будет голосовать, еще не имеет значения, что он не будет голосовать. Понимаете? Окей, спасибо. Я абсолютно с вами согласен. Это прекрасный точный анализ этого всего. В моем случае это типчик такой, который не будет из принципа поддерживать даже свою партию из-за того, что в моих длительных разговорах неужели мы не нашли кого-то и то, и то, и третье, и четверть. Также многие республиканцы говорили, неужели мы никого не нашли, кроме как бы... Ну, за несколько лет их поубавилось таких, которые не вертрамперы, они ушли. Ну, вот и хороший очень пример с Николь Кидман привел, а я все-таки говоря о Весте, некоторые из наших, кстати, сторонников, они даже каким-то образом возбудились, говорят, хорошо, потому что тот самый чернокожий электорат демократов, они многие могут, если он действительно зарегистрируется, что не факт, и что пойдет там, что они от Байдена перейдут сюда. Ну, вот мне нравятся, конечно, эти рассуждения, которые вообще не имеют ровного счета. Но это может быть, это может быть, но вот говоря как раз о не голосовать о кандидате, а голосовать о партии, в этом и трагедия, что очень много мейноритейс, они, может быть, слово демократическое для них как-то приятнее звучит, чем республика, республика это как-то не наше, а вот демократическое это демократическое, они забывают, что на самом деле это партия рабовладельческая с самого начала. Это да. Будут выиграть за партию. Вот смотри, какая дилемма в твоем, ну, все-таки ты хоть значительную часть жизни во Флориде находишься, но Нью-Йорк не для тебя важный город. Сейчас я дам слово радиослушателю, а потом спрошу, о чем я хотел тебя спросить. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, господа. Спасибо, как всегда, очень интересно вас слушать. Вопрос у меня такой возникает. Всегда, как бы ни было сложной ситуации, легче с ней бороться, когда ты знаешь конкретных людей, против кого ты направляешь все эти усилия. Сегодня Байден, мы понимаем, это паровоз. А кого он приведет вас в президенты, который в реальности, возможно, и станет президентом? Вот это сегодня интересно. Каково ваше мнение? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. По-моему, браво. Абсолютно точно. Байден может уже через две недели оказаться в больнице. Да. И если такая, как Памела Харрис будет там, то тогда здесь может наступить просто облом. Потому что она знает или или Райс. Это не простые ненавистники. Это люди, которые знают закон и как его обойти. Это самый страшный тип. И да, это об этом подумать. опять же, ну почему не могут красивый, легкий, хороший, оптимистический вопрос задать? Вот я тебе задам вопрос, может, не легкий, не оптимистический. И может, тебя не потянет, как говорится, танцевать это дело. Но смотри, вот в Нью-Йорке ситуация такая вот происходит. Идут на очередные, естественно, Аказия там и вот эти такого рода люди. Но там есть и в том числе с ними пытаются вступать в противодействие и тоже выставляться демократы, но демократы более вменяемые, у которых нет подобного рода взглядов, как у названной Аказии и иже с ней. Так вот, некоторые наши, опять же, со бывшие, соотечественники, как назовем, люди, я не люблю это слово русская улица, но, тем не менее, русскоязычные, они говорят, ну, может быть, имеет смысл поддержать вот тех вменяемых, все-таки, ну, раз республиканцев нет вообще вот в таком-то округе, если им вообще там ничего не светит, и там ловить, как говорится, нечего, может быть, поддержать вот этих вменяемых, чтобы хоть как-то. У меня есть некие сомнения, то есть, я придерживаюсь, возможно, мнения иного, что, да, если это нормальный человек, его можно поддержать, но вот у нормального человека надо бы спросить, прежде чем его поддержать, вот, если ты будешь видеть где-то в стенах Конгресса, когда будешь сидеть, голосование по вопросу, где тебе будет совесть твоя и все остальное подсказывать, что надо голосовать против мне вот вот этого монолита партийного, вот пойдешь ли ты на это? Хорошо, тебе, ты у него спросишь так, и он тебе говорит, конечно, пойду, и не пойдет, и не пойдет, они каким-то образом, вот как раз точно, как звонивший человек говорил о партийной принадлежности, они доказали свою настоящую юнити, помнишь, были разговоры, там, Дурбен, или еще какой-то демократ, который, да, он понимает, и он вышел к телевизору и сказал, что, да, это, Трамп в некотором отношении прав в этом, начал играть немножко, когда пришло к чему-то серьезному голосованию, они были все как один, как один, скорее всего, Ромни переметнулся к ним, чем кто-то из них переметнулся сюда. Если эта партия видит перед собой вот эту тройку лидеров, Шумер, Пелоси, ну и любой из них, Шифт или Надлер, это уже говорит о том, что там какая-то склеенная масса мощная. Я бы лучше не голосовал ни за кого, если нет республиканца у меня, потому что голосовать за демократа это давать только им силу. Да, ну вот тоже есть и противоположное мнение, которое ближе к твоему, что кому-то надо дать спокойно уйти. Ну, кто-то считает, что эта партия вообще не жизнеспособна. Кстати, мы наблюдаем, если мы ну, скажем, сделаем небольшой эксорс в Израиль, то мы видим, во что выродилась та левая партия, которая когда-то была вообще у власти, да, она называется Авода, и что там происходит, она практически на грани уже исчезновения. Да, ну, так, ну, я понимаю, что еще нам скажем, далеко, но, если она сдвинется и будет продолжать вот этот дрейф влево, а сейчас соревнуется, сейчас тот же Байден соревнуется с теми, с кем он соперничал, с Уоррен, там, и прочими своими высказываниями и своими, предположим, ну, или те люди, которые ему готовят это все, позициями по тем или иным вопросам, то есть он резко сдвинулся влево, 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 да, и в пору-то назвать это какая-нибудь там, я не знаю, социал-демократическая партия, но не, но не, не так классически демократическая, но в то же время посмотри, сколько республиканцев, этот ретайр, этот ушел, этот исчез, этот, такого я не слышал демократов, что-то республикан, если честно сказать, я республиканец всю мою жизнь здесь, я лично, персонально никому не пытаюсь привить эту идею, но я считаю, что на 75% вина того, что мы имеем, это вина республиканской партии, потому что они имели момент, когда появилась вот эта т-парти, это было настоящее голое новое движение какое-то, они его прижали, прищемили, защелкнули. Жек, ну на то и есть понятие дипстейта, где оно внепартийное, дипстейт есть, дипстейт, то есть там и те, и другие, и кто власть выпустить из рук означает покинуть насиженные места, а насиживались они десятилетиями зачастую. Кормушка старая, но тут еще страшная вещь, что мы не вспомнили сегодня с тобой Сороса. Как его? Его нечего вспоминать, но деньги играют роль это передать нельзя словами. Я всегда удивляюсь одной вещи. Зачем? Вот сейчас я задаю тебе вопрос. Зачем ему это? Америка это его все. Ну зачем ему это? Ну для чего ему развалить? Ну конкретно власть? Ну там это же дело в том, конечно власть, это дело в том, что это люди убежденные в определенных вещах, у них есть следование идеологии, а вот каким образом они, ну нас будут обвинять в конспирологии, если мы в очередной раз повторим, что с именем Сороса ему подобных и верных его почитателей слуг как угодно, в коих там и прежний президент находится, то есть они хотят переустроить этот мир, а переустроить и сделать его таким, каким им кажется он будет лучше, красивше и для них полезнее, но насколько это отвечает нашим потребностям жизненным, я не знаю, как ты думаешь? Я думаю так, у меня для них есть прекраснейший рецепт, купите страну, любую, купите страну и создайте в ней вашу модель, чтобы весь мир облизывался и сказал, мы тоже так хотим, ну купите целиком, с людьми, с коровами, с машинами, с границами. Джек, ну какая страна, вот купите вот эти несколько кварталов в любимом вашем городе Сиэтле, вот они условно говоря продемонстрировали вот это все, вот, а это же были как раз сторонники чьи, кто будет сейчас отмахиваться и говорить, что мы это сочиняем, мы с тобой сидим и сплошную конспирологию гоним, что ли, так, у нас звонок есть, будем принять, добрый день, слушаем вас. Добрый день, к вопросу о Соросе, такое впечатление, что он впитал антисемитизм со своей юности, наверное, со своими родителями, и такое ощущение, что он всю жизнь просто вредит и делает назло, и делает, пытается изжить кого-то, пытается из себя изжить еврея, и поэтому он такой ненавистник. Вот он как стал в молодости, в детстве антисемитом, вот так и продолжает. Ну, это да, ну, кто знает его биографию, наверное, Ну, как, что мы не знаем его биографию? Конечно, мы знаем его биографию, мы же что, не знаем, что он евреев там во время войны продавал их и заработал первые деньги на этом? Во время войны это было самое его счастливое время, он же сам об этом говорил. Вы ответили сами же на вопрос или вашу реплику, потому что именно там истоки его отношения к жизни, не только к евреям, но вообще к жизни как таковой надо искать, естественно, там. Самый страшный антисемит. и поэтому всю жизнь такой ненавистник и пытается делать вред гадости. Есть такой момент. Я ему не желаю жить до 120. Наоборот, не желаю. Это опасно произносишь, потому что, может, кто-то ему 119 пожелает. и поэтому тоже слишком долго он в нашей жизни будет присутствовать. Единственное, я могу сказать, что он, конечно, не одинок в своих стремлениях, устремлениях. И вот в этом-то большая проблема, потому что, я так думаю, не будет его, будет мир, конечно, чище, но не значит, что никто-то другой, там, и третий, и десятый не имеет места быть, как ты считаешь? Абсолютно. Если посмотреть, как это все интерлакт, как там все перепутано, и с этими детьми женились на этом, и все, это как, не хочется говорить, но это как какой-то культ. Я не верю во все эти мировые закулисы, закулисы, не верю. Но, когда люди женятся один на другой, то и все, это значит, что мы хотим держать это, это естественно. Мы хотим держать это все вместе, наше и со своими иметь дело, но вот, к сожалению, это так. Вот это первый для меня был бы подождительный момент. Чек, у тебя есть 20 секунд, чтобы... У меня 20 секунд, я всем слушателям и радиостанции, и всему русскоязычному миру, и вам, Игорь, молодой человек, желаю здоровья, масок, мыть руки, и верить, что ничего не поздно, ничего не кончилось. Не бегите менять доллары на рубли, не торопитесь обменивать, Америка сильна. Спасибо, будем оптимистами, спасибо, что был сегодня с нами. И вам всем спасибо большое. И до новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова